Всем привет! Вы смотрите канал Silver Swim и сегодня очередной разбор техники плавания одного из наших спортсменов. Разбор в формате экспресс, то есть записывается на ходу в режиме реального времени, чтобы вместе с вами отследить ошибки спортсмена и понять, как над ними работать, как их исправлять. Сначала посмотрите за техникой спортсмена сами, выделите сами какие-то ошибки, потом я пробегусь по всем достаточно кратенько. Вот, наверное, посмотрели, что-то интересное для себя увидели. Теперь давайте пройдемся по порядку. Даниил, когда начинает разборы, он сначала говорит о хорошем. Давайте я тоже скажу о хорошем. Из хорошего у спортсмена отличная физическая форма, хороший, компактный ранний вдох. Это мы сейчас могли видеть. И чувство воды, которое помогает ему плыть свой километр за время в районе 16 минут. 16 с небольшими, если быть точнее. Цель на конец октября – выйти из 16 минут и показать как можно более быстрые секунды. У нас в конце октября будут соревнования Silver Swim Cup, где спортсмены будут соревноваться на дистанции в 1000 метров. Теперь давайте вкратце пробежимся по ошибкам, которые видны на первый взгляд. То есть вы в прошлых видео писали в комментариях, что вот вы говорите о том, как плавать неправильно, но не показываете то, как плавать правильно. Тогда в угол экрана я помещу видео техники плавания спортсмена, чей элемент, обсуждаемый на данный момент, по моему мнению, считается более правильным, чем у спортсмена, который плывет. То есть в углу экрана будет демонстрация того, как делать правильно, в то время как основная часть экрана будет занимать спортсмен со своей техникой. Значит, первый момент – это пронос, то есть надводная часть грибка. Мы не раз говорили про пресловутые 12 часов, да, то есть когда мы делаем классический пронос, и рука проносится таким образом, чтобы вот в данный момент времени, когда у нас плечевая кость смотрит, грубо говоря, в потолок, если смотреть сбоку, да, то предплечье с кистью должно проецироваться в одну линию с плечевой костью, вот сюда. Здесь же мы видим, спортсмен раньше времени предплечье с кистью выводит вперед для того, чтобы как можно скорее, мощнее, энергичнее вложиться. Лечится плаванием с введением кисти по поверхности воды. Далее, второй момент. Этот момент касается вкладывания. С этим спортсменом мы начали работать со вкладыванием, и изначально картина была такой, что спортсмен практически прямую руку вкладывал, при этом был достаточно большой сгиб в лучезапястном суставе. Сейчас, как мы видим, вкладывание чуть укорачивается, но это привело к еще одной ошибке, которую мы увидим чуть позже. То есть вот, смотрим, здесь вкладывание достаточно неплохое, запоминаем, да, левая рука вкладывается достаточно неплохо, адекватный угол, адекватное усилие, но потом, что с этим происходит под водой, мы поговорим чуть раньше. Есть у нас в одном из роликов упражнение с плаванием с ластой в руках, когда мы держим ласту и передаем ее, как эстафетную палочку из руки в руку. Это позволяет выставить адекватную, правильную глубину вкладывания и понять то, как должна себя вести рука после вкладывания. Далее мы перемещаемся под воду и можем наблюдать следующее. Первое, что бросается в глаза, это положение вообще тела и головы, в общем головы. То есть обращаем внимание, что у спортсмена достаточно массивный, серьезный мышечный корсет, и в данный момент времени мы видим очень большой тонус трапециевидных мышц, вот они. То есть о чем это говорит? Спортсмен поджимает голову в плечи и теряет точку опоры. То есть он не грудью давит на воду, а он плывет от грибка до грибка. То есть он к каждому грибку относится как к какой-то отдельно взятой единице, и у него это все в цикл не преобразуется. То есть что нужно сделать? Расслабить, опустить голову. То есть смотрим, как сейчас положение головы у спортсмена. Расслабить, опустить голову, чтобы глаза больше смотрели в дно, чтобы у нас шея расслабилась, чтобы трапеция расслабилась. Тогда будет немножко вдох по-другому происходить. Далее мы смотрим, такое положение головы провоцирует во время вдоха достаточно большой разворот корпуса. Сейчас мы его увидим. Вот на следующий грибок сейчас будет выход на вдох. Я так подозреваю. Мы смотрим. Положение головы изначально очень высокое. Мы во всех роликах говорим вам о том, чтобы мы просто развернули голову, а потом немножко довернули корпус. Но так как голова заранее поднята, само тело находится несколько ниже, смотрите, что делает спортсмен со своей головой. То есть вместо того, чтобы повернуть голову, потом довернуть корпус, компактно вдохнуть и продолжить движение, спортсмен действует очень своеобразно. Он голову сначала немного опускает, потом начинает поворачивать. То есть он добивается того, о чем мы говорим в своих роликах, чтобы один глаз у нас оставался под водой, один глаз над водой компактно вдыхает. Но то, из какого момента он начинает этот вдох, вот отсюда, как бы заставляет его очень много усилий на это дело все тратить. Смотрите, что происходит после вдоха. И опять голова поднимается, опять трапеции зажимаются. И когда они очень долго находятся в напряженном состоянии, функциональность спортсмена потом с течением времени падает. Вот так это можно в качестве склейки использовать этого спортсмена, проплывающего мимо. Значит, плавание с колобашкой в голове, да, головашка, шеяшка, упражнение только вдох, расслабление, упражнение у бортика, держась за поручень, да, и дыша, находясь в статическом положении. Все это у нас было на нашем канале, все это показывали, рассказывали. Обидно, конечно, немного, что у спортсмена такого достаточно серьезного, такая вот детская ошибка есть. Но это вот у многих спортсменов из детских и юношеских спортивных школ, которых, так скажем, недолюбили в юношеском возрасте, вот такая штука есть. Но это ничего страшного, будем над этим работать. Далее, что бросается в глаза, это глубина вкладывания, то, о чем я говорил ранее, да, что мы немножко укоротили вкладывание спортсмену, чтобы появился накат, чтобы было более комфортное плавание. Но это, ну, просьба была понята достаточно превратно, и мы видим, что спортсмен вкладывается достаточно глубоко левой рукой. То есть правой рукой там все более-менее адекватно происходит, а левой рукой происходит вкладывание достаточно глубокое. То есть посмотрите, пожалуйста. Вместо того, чтобы организовать такой своеобразный стол, да, то есть вот подмышка, локоть, грудь, то есть чтобы опереться наверх груди, спортсмен пытается опереться на предплечье, поясницей держать ноги на плаву и трапециями поджимать голову. То есть это не такое балансное, не расслабленное плавание, это достаточно мышечное плавание, которое тратит очень много сил и энергии. Опять-таки упражнение на расслабление, плавание с ластой, о котором я говорил ранее. То есть смотрим, как вот правая рука сейчас погружена в воду, да, то есть опора недостаточно хорошая на грудь, но тем не менее положение тела сохраняется адекватным за счет вот компенсаторики, о которой я говорил ранее. И далее происходит смена, вкладывание, то есть идет заглубление руки и только потом вытягивание, но вытягивание не вперед, а вниз. Примерно такая история описана в полном погружении, да, то есть чтобы было комфортнее, чтобы четче чувствовать положение тела в воде. Но в случае с более быстрыми секундами, с более быстрым плаванием это не работает. И поэтому, чтобы что-то здесь поменялось, нужно а. расслабить голову и б. поднять руку вот отсюда, вот сюда, чтобы можно было прочертить прямую линию от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног. Затем предлагаю вам еще раз посмотреть в режиме реального времени на плавание. Прошу обратить внимание на смену рук и на работу ног. Сейчас, когда спустимся под воду, это будет достаточно понятно. То есть на первый взгляд мы не видим ничего необычного, но можно обратить внимание, что смена рук происходит с небольшой задержкой. Когда спортсмен вкладывается, обращаем внимание, заглубляет руку и только потом вторая рука начинает грибок. То есть происходит небольшой сдвиг по фазе. Из-за этого движение получается неравномерным и такое рваное достаточно. То есть внутрицикловая скорость то поднимается, а то также резко падает. Это также влияет на общую среднюю скорость. То есть будем с этим спортсменом работать на смену рук. У нас на канале есть упражнения 2 плюс 2, инвестор, рычаг Архимеда. Эти упражнения направлены на качество смены рук, на чувство того, как включить спину. А здесь, когда спортсмен очень сильно напрягает трапеции и поднимает голову, он просто физически не может включить спину в работу во время смены рук. То есть напряженная трапеция мешает это сделать. Еще немного касаемо поворота головы и выхода на вдох. Опять-таки из-за перенапряжения трапеции, из-за подъема головы, не удается голову поворачивать достаточно хорошо в стороны. То есть это блокирует поворот головы. И сейчас поворот головы составляет, ну, градусов, я не знаю, 45-50. То есть достаточно небольшой. Поэтому спортсмен вынужден помогать себе корпусом. То есть смотрим, в момент выхода на вдох, спортсмен повернул голову, ну, градусов на 45, наверное. Все остальное он корпусом компенсирует. То есть он сильно поворачивается корпусом, и происходит вот такая вот разножка большая. Сейчас мы ее увидим. Вот она. Это тоже негативный момент. Ноги используются для стабилизации, потому что недостаточно прокачаны мышцы-стабилизаторы в корпусе. Ну, как прокачать корм мы тоже говорили неоднократно. Но эта ошибка частично уйдет, если мы исправим предыдущие. Смена рук, выход на вдох. Тогда будет корпус поворачиваться меньше, и тогда ногам понадобится меньше времени для стабилизации. Затем. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Это качество работы ног. То есть здесь дело касается как самой работы ног, вот если взять каждую ногу по отдельности, да, то есть ход ноги, амплитуда, так и координация с руками. То есть мы видим, это то ли четырехударный кроль, то ли какой-то двухударный с промежуточными ударами, то ли шестиударный, то есть здесь порядка какого-то нет. Ноги работают достаточно хаотично, и только иногда встраиваются в грибковые циклы. С этим тоже мы будем работать. О работе ног мы также сняли несколько роликов о том, как научиться работать ногами сначала на суше, потом как переложить эту всю историю на воду. Также рассказали по отдельности про двухударный кроль, четырехударный кроль и шестиударный кроль. Все есть на нашем канале. И в конце хотелось бы поговорить немножко о грибке, о качестве совершения грибкового движения. То есть я говорил в самом начале, что спортсмен достаточно хорошо чувствует воду. Мы видим, да, что спортсмен выходит на захват. Да, чуть низковато, ниже, чем нужно, потому что он изначально вложился ниже, чем нужно. И что касаемо концовки грибка, отталкивания, тоже почти в каждом ролике про это говорим. Но если мы говорим про какое-то длинное плавание, концовка грибка, акцентированная концовка грибка, это очень важно. Смотрим, что в данный момент спортсмен уже наполовину руку разогнул, и отталкивание не получится того, какое должно получиться. Смотрим дальше. И видим, что кисть спортсмена во время выхода из воды не напряжена, то есть концовки грибка не было как таковой. И получается, что спортсмен сам у себя украл драгоценное продвижение. Теперь давайте посмотрим следующий грибковый цикл, чтобы убедиться в том, что это не совпадение. И видим, что кисть спортсмена опять достаточно мягкая и расслабленная. Вот, видим, как пальчики ходят мягко. Повторюсь, что спортсмен достаточно быстрый, плывет 16 с небольшими на километр, то есть как бы это очень и очень достойный результат. Работу мы с ним выстроим дальнейшую следующим образом. Сначала мы разберемся с положением головы, с этими кивками, клевками. Потом разберемся с глубиной вкладывания. Но я думаю, что эта проблема со вкладыванием сама уйдет, когда мы разберемся с головой, расслабим трапеции, и заставим хорошо поворачиваться, выходить на вдох. Хорошо исправим вдох, сразу уменьшится разворот корпуса, и вот эта вот стабилизация ногами, вот эта большая. Исправим стабилизацию ногами, потом уже будем работать над сменой рук и над концовочкой грибка. Ну и постепенно будем выкатываться на результаты, там потом будем наращивать объемы, готовиться к следующему сезону. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там репосты, колокольчики, вот это все, вы знаете, что делать. Нужно, чтобы о хорошем плавании узнало как можно больше людей. Спасибо за внимание и пока-пока!